А мы продолжаем информационный час на телеканале Алматы. Смотрите далее в выпуске. В Алматы задержали предполагаемого убийцу, который обезглавил женщину. Подробности шокирующего преступления в выпуске. Новый поворот скандальной истории. Куда решили переселить жильцов аварийных домов в октябре, расскажу я, Лейла Уэсова. Около 700 дачных участков затопило в Петропавловске из-за разлива реки Исиль. Надбегается вторая волна паводков. Тысячи жалоб и десятки тысяч неполученных услуг. Почему хромает социальное медстрахование? Тему разбирала я Далина Сипова. Более трех с половиной тысяч алматинцев подали заявки на процедуру банкротства. Почему большую часть заявлений отклонили и как правильно оформить документы, выясняла я Дина Жанобекова. Начинаем выпуск. К 18 годам тюрьмы приговорили Карима Масимова. Экс-главу КМБ признали виновным в госизмене, насильственном захвате власти, а также превышении власти должностных полномочий. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда Астаны. Приговор подразумевает конфискацию имущества с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. В силу он пока не вступил. Вместе с Масимовым к разным срокам приговорены его заместители. Ануар Садыркулов получил 16 лет лишения свободы, Даулет Ергожин 15 лет, Марат Осипов 3 года. Все они лишены званий генералов и госнаград. В доход государства по данному делу взыскано более 10 миллиардов тенге и 24 миллиона долларов. Отмечу, что судили их в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны под грифом «Совершенно секретно». Между тем, в Алматы задержали предполагаемого убийцу, который обезглавил женщину. Информацию подтвердили в департаменте полиции. Сообщается, что 61-летний мужчина был знаком с убитой всего несколько дней, а на жуткое преступление он пошел из-за ссоры. Напомню, тело женщины полицейские обнаружили в одном из парков 12 апреля. Позднее в колбасном магазине на базаре была найдена голова убитой. Согласно данным, потерпевшей оказалась бездомная 47 лет, неоднократно судимая за наркопреступление. В настоящее время в рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением ДП города Алматы по статье 99, часть 2 УКРК, назначены экспертизы. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. Около 700 дачных участков затопило в Петропавловске из-за разлива реки Исиль. Талые воды зашли в несколько дачных сообществ. Охранная служба вынуждена передвигаться на лодках, чтобы продолжать выполнять свою работу. В департаменте ПЧС сообщили, что подъем уровня реки идет на спад, и угрозы жилым домам нет. Нургулялина следит за ситуацией. Дачный участок 83-летнего Ивана Порола топит не в первый раз. Пенсионер говорит, что такое происходит каждый год. Со слов дачника, никакой помощи им не оказывают, и приводить участок в порядок приходится самим. Сейчас даже можно в костюме пройти. В костюме можно пройти. Где-то метр сорок. На самом низком месте у нас метр сорок, на трубах где соединяется. Все, кому надо, охранник выплывает, в лодку садит. Пошли, посмотрели и назад. Он привозит назад. С приходом большой воды работа у охранников тоже прибавилась. Антону Лебедеву от суши до территории ближайшего дачного сообщества приходится плыть почти полчаса. Лодка его не оснащена мотором, поэтому приходится грести веслами вручную. Из-за минусовой температуры вода замерзает, получается. И появляется лед, и приходится его пробивать веслом, чтобы плыть дальше. Ценные вещи вывезли, подняли, все, что нужно. Паводковая волна накрыла 13 дачных сообществ и затопило 685 участков. За местами потопления следят спасатели. Тех жителей, которые постоянно проживают на дачных участках, мы их предупредили. Это более 250 человек, мы всех предупредили. Сейчас, на данный момент, таковых нет, что именно в потопляемых местах люди проживают. Словом, первая волна паводка в регионе пока не отступила. Недавно со стороны Акмолинской области в сторону СКО направилась вторая. Специалисты департамента ПОЧС продолжают наблюдать за обстановкой в регионе. Нургуль Алина, Замат Юлуба, телеканал Маты, Североказахстанская область. Очередным скандалом обернулась история с двумя аварийными новостройками в Актубе. Больше 40 семей временно переселили в многоэтажку, построенную для других очередников программы Бахтеотбасе. Тогда как люди почти год ждут ключи от обещанных квартир. Но чиновники свое решение объяснили безвыходной ситуации. Все подробности жилищного скандала в репортаже Лейлы Ауэсовой. Этот дом за моей спиной построили для участников программы Бахтеотбасе. Многодетные семьи и родители, воспитывающие детей инвалидов, уже год ждут ключи от обещанных квартир. Однако вместо них сюда заселяются жильцы аварийных домов. Из разваливающихся многоквартирных домов 48 семей экстренно переселили в квартиры новой многоэтажки. Но, как выяснилось, туда со дня на день должны были заехать другие льготники. Что мы вчера узнаем? Аварийная ситуация происходит в 4-м микрорайоне, вот эти два дома. Естественно, это вообще страшно, что там происходит. Мы их никого не обвиняем. Акимат что делает в этом случае? Он берет и отдает квартиры, которые вот-вот должны были уйти нам. Чиновники уверяют, что участники программы Бахтеотбасы на улице не останутся. Заявки на льготную ипотеку подали порядка 300 очередников. Из них жильем обеспечат чуть меньше половины. А людей из проблемных домов сюда переселили временно. Самое главное, это у нас сейчас жизнь человека, его здоровье у нас, понимаете, да? У нас в предыдущих других городах истории были связаны с разрушением. Недавно вот уже оно в зене было взрыв. Поэтому не допустить вот такого коллапса, чтобы не опоздать, это было принято экстренное решение. Два проблемных жилых строения огородили забором. Туда никого не пускают. За обстановкой следят полицейские. Признают ли эти новостройки опасными для проживания, неизвестно. Но возвращаться туда люди не хотят. У нас взяли расписку, что мы здесь будем временно проживать. Ещё и предупредили, что если где-то что-то поломаем, то будем выплачивать ущерб. Возвращаться обратно в тот дом мы отказываемся. Подвал там в трещинах и ремонт уже не подлежит. В Акимате тем временем ждут заключения технической экспертизы. После чего станет ясно, освободят ли 48 семей новые квартиры и очередников. Все они, к слову, тоже платят ипотеку по госпрограмме. В случае, если их дом признают аварийным, то людям подберут другое жильё из коммунального жилфонда. Лайла Уисова, Жумар Кудайбергенов, телеканал Алматы, Ак-Тубе. События в мире. Сотни иностранных граждан эвакуировали из Судана. Людей вывозят из столицы из-за ожесточённых боёв между армией и силами быстрого реагирования, которые не прекращаются вторую неделю. Среди эвакуированных американские дипломаты и их семьи вывозят своих сотрудников также Великобритания, Франция и многие другие. Сама страна закрыла воздушное пространство до 30 апреля. Сообщается о почти полном отключении интернета. Жители остались без электричества и воды. По данным местных властей, с начала боевых действий погибло более 400 человек. Почти 4000 получили ранения. Более сотни тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Демонстранты снова выступили против судебной реформы. В городе временно перекрыли движение транспорта на улицах. А на месте демонстрации дежурила полиция. Массовые беспорядки продолжаются уже 16-ю неделю. Несмотря на решение премьера страны приостановить принятие судебной реформы, против которой и бастуют жители. Вы смотрите новости далее в выпуске. Тысячи жалоб и десятки тысяч неполученных услуг. Почему хромает социальное медстрахование? Тему разбирала я Далина Сипова. Более 3500 алматинцев подали заявки на процедуру банкротства. Почему большую часть заявлений отклонили и как правильно оформить документы, выясняла я Дина Жанобекова. Более 4000 жалоб поступило в фонд социального медстрахования с начала года. Об этом сообщили в организации. Чаще всего казахстанцы жалуются на приписки и отказы поликлиник в предоставлении услуг. За что ранее систему ОСМС раскритиковали отдельные депутаты. В чем проблема и почему медучреждения не обслуживают пациентов по медстраховке? Узнавала Далина Сипова. Обязательное социальное медстрахование действует вот уже три года. Однако нареканий и претензий к работе системы у казахстанцев меньше не становится. С января только на работу поликлиник в фонд поступило более 4000 жалоб. Устраивает ли участников системы ОСМС качество оказываемых услуг, мы спросили на улицах столицы. Я на бесплатной основе еще ничего не проходил. Я сразу иду в частную клинику и прохожу необходимое. В государственную идти немножко, знаете, такая бюрократия маленькая. Надо к терапевту пойти, надо туда пойти. А в частную сразу же идешь к специалисту. Ну я понимаю, что в объемах том, что здесь есть, я получаю максимум. Этот максимум в Америке бы мне стоил 4,5 миллиона долларов. А здесь я это все получаю за бесплатно. Я положил маму в больницу в рамках социально-медицинского страхования. Сначала нужно ждать очередь. Говорят, ждите портал. Болезнь же не ждет. Бывает, что срочно нужно лечение. И в сельской местности из-за того, что бесплатно врачи нормально не осматривают. В начале года страховой фонд делает 30-ти процентную предоплату медучреждениям. Поэтому отказывать в обслуживании или посылать клиентов получить услуги за деньги в другие поликлиники никто не имеет права, отмечают специалисты. Когда человек, пациент приходит за той или иной услугой, поликлиника, она обязана в пределах этих 30-ти процентов уже предоплаты полученной суммы оказывать услуги. Конечно, те услуги, которые выходят за пределы объема, скажем, трехмесячного, да, они будут оплачены уже по факту. По словам отдельных мажорисменов, люди должны понимать и наглядно видеть, на что уходят их деньги. Некоторые депутаты отмечают, что при проверке только 10-ти процентов от общего объема пациента недополучили 52-тысячи медуслуг. А вот эксперт Алина Ргужаев считает, что нужно менять тариф, и тогда система станет более эффективной. Подход к формированию тарифов должен быть очень грамотным, продуманным, взвешенным и обоснованным. Чтобы, если изменился протокол лечения, добавилась услуга, исключилась из него услуга, кратность изменилась, автоматически отражается в тарифах. Это настоящий тариф. Сейчас, к сожалению, такой глубины погружения не наблюдается, и динамика крайне слабая за последние 10 лет. Обязательную медстраховку сегодня имеют 16 миллионов казахстанцев. Но, как оказалось, услугами УСМС пользуются далеко не все. Между тем, только за прошлый год в фонд поступил триллион тенге. Даля Насипова, Денья Румар, Ринат Утеев, телеканал Алматы, Астана. В Алматы более 3,5 тысяч человек подали заявки на банкротство. Из них лишь свыше 500 обратившихся получили одобрение. По данным Департамента госдоходов, 70% заявлений не соответствовали необходимым требованиям. В чем причина массового отказа и как правильно подать обращение, расскажет Дина Женобекова. Магодетная Алматенко на условиях анонимности рассказала, что несколько лет назад они с мужем взяли в кредит полтора миллиона тенге. Однако из-за тяжелой болезни супруга семья потеряла возможность выплачивать огромный долг. Как следствие, счета главы семейства полностью заблокированы. По этой причине единственный кормилец годами не может устроиться на официальную работу. Нам срочно понадобились деньги. Пришлось взять кредит. Вначале исправно оплачивали, но 4 года назад внезапно заболел муж, и мы оказались не в состоянии закрывать долг. Мы просили отсрочку в банке, но нам отказали. Каждый день звонят коллекторы, угрожают. По этой причине и пришлось подать заявку на банкротство. Как сообщили в департаменте госдоходов, заявки на банкротство подали более 3,5 тысяч алматинцев. Однако лишь 503 человека получили одобрение на прием документов. Больше чем 2,5 тысячам обратившимся отказали по причине малого срока просрочки. По правилам она должна превышать 12 месяцев. А у некоторых горожан выявили наличие движимого и недвижимого имущества. По состоянию на сегодняшний день поступило 3662 заявления, в том числе применившие способы условия закона. Это получение АСП 362 заявления, должники у которых задуман свыше 5 лет, это 690 заявлений. Так, на 24 апреля текущего года из 3662 заявления рассмотрены 3050 заявлений. В целом, по республике заявки о банкротстве подали более 39 тысяч казахстанцев. Однако документы приняли только у почти 2,5 тысяч. По мнению юриста Мирмана Шикеева, это довольно низкий показатель. По его словам, в большинстве случаев причина отрицательного результата – отсутствие у обратившихся документа об отказе банка о предоставлении временной рассрочки по выплатам. Заявка о признании гражданина банкротом рассматривается в течение 15 рабочих дней. Сама процедура занимает 6 месяцев. По истечении этого срока список лиц, получивших одобрение, будет опубликован на сайте уполномоченных органов. Перед подачей заявления граждан предупреждают о невозможности получения кредитов в течение 5 лет. Подать заявление на банкротство можно через приложение ЕСАЛАК АЗАМАТ, а также портал правительства для граждан или написать письменное заявление в ЦОНЕ. А для прохождения процедуры судебного банкротства необходимо обращаться в суды по месту жительства. Дина Женобекова, Жадрао Маржан, Жахсталык Флепперген, телеканал Алматы. Введение четырехдневной рабочей недели с 1 июля этого года не предполагает полноценного перехода к такому графику работы. Как сообщили в Минтруда, продолжительность рабочих дней в неделю будет определяться по соглашению работодателя и работника. При этом организации могут установить четырехдневную рабочую неделю с правом чередования с пятидневкой и шестидневкой. Согласно Трудовому кодексу, заработная плата оплачивается за фактически отработанное время. Соответственно, если при переходе четырехдневной путем чередования с пяти-шестидневной рабочей недели, работники, когда работают с четырехдневной рабочей недели, у них, возможно, сокращается. Но, однако, со следующим, когда они будут шестидневно переходить, они могут компенсировать того. По итогам года у них заработная плата также остается в том же размере. Открылся спустя три года. Международный центр приграничного сотрудничества «Харгос» возобновил свою работу. Ранее объект был закрыт из-за начала пандемии. Сегодня тысячи посетителей, как и раньше, смогли пройти на территорию и закупить товары. В первый день за деятельностью центра наблюдала наша съемочная группа. Дамир Анитов передает. С самого утра на «Харгосе» аншлаг толпы из двух стран заполнили бутики. Каждый хочет товар по выгодной цене. И это, несмотря на то, что открылись не все отделы. Впрочем, это вопрос времени. Приехали посмотреть приемлемые цены. Вот сейчас ровно этот показываете, как все надо грузить, чтобы все было по стандарту. Я думаю, в дальнейшем развитие наших двух стран будет еще лучше. И цены будут доступны. К слову, теперь посетители могут унести с собой не больше 5 килограммов ручной клади. А лимит на месяц 31 килограмм на человека. Эту новость покупающие приняли двояко. С чем это связано, объяснили работники. Центр предназначен для развития, необходимо использовать как площадку для развития внутреннего туризма Казахстана. В том числе, центр был предназначен для торгово-экономического обмена, развития между двумя странами. Соответственно, не для коммерческих, не для предпринимателей. То есть, он никак не предназначен был для вывоза товаров, для последующей реализации на территории Казахстана. Соответственно, весь товар, который здесь, должен приобретаться для личного пользования. Помимо широкого ассортимента товаров, которые сюда довезли, позаботились в центре и о безопасности посетителей. На всей территории Харгоса установили свыше 250 камер. Созданы тут и благоприятные условия для инвалидов. Также частично обновлен автопарк. Между Казахстан и КНР вносятся изменения, они сейчас на согласовании в правительстве. Ближайшие изменения должны коснуться в первую очередь режима работы МСПС Харгос. И дополнительные условия, которые нам необходимы для организации туристов. Всего на полную модернизацию ушло около 800 миллионов тенге. Всего на территории центра планируется реализация 14 крупных проектов. Это строительство гостиницы, цирка, парка развлечений, современный бульвар и торговые центры. Дамир Анитов, Медец Аматулла, телеканал Алматы, Житусусская область. Более 7 тысяч человек приняли участие в алматинском полумарафоне. Мероприятие собрало спортсменов из 29 стран ближнего и дальнего зарубежья. Помимо забегов на длинной дистанции в 10 и 21 километр участники соревновались в скандинавской ходьбе. К слову, полумарафон проводится в шестой раз, а следующий организуют уже осенью этого года. Дистанцию увеличат до 42 километров. Подать заявку на участие бегуны могут уже сегодня, отмечают организаторы. Немного переживал перед стартом. За три дня я заранее провел тренировку, изучил маршрут, все повороты. Я рассчитывал пройти марафон за три часа, но в итоге весь забег занял два с половиной часа. Я очень доволен. В этом году в соревнованиях также приняли участие воспитанники реабилитационного центра МИРМ. Дети с инвалидностью вместе с другими участниками преодолели дистанцию в 10 километров. По словам специалистов Центра Атаки, соревнования дают возможность людям с ментальными и физическими нарушениями заниматься спортом наравне с другими спортсменами. Сегодня в первый раз я участвую. Я пришел сюда от своего центра МИРМ. Я очень рад, что я сюда попал. Это очень интересно, очень классно. Я всегда хотел попробовать. В Алматы прошел флешмоб, посвященный 200-летию великого казахского композитора Курмагазы Сагрбаула. 200 дамбристов из числа студентов и школьников одновременно исполнили одно из самых ярких произведений выдающегося кюйши Адай. К слову, один из участников – ученик музыкальной школы имени Курмагазы. 15-летний Дамир Абдрахманов начал играть на национальном инструменте всего полтора года назад. Но уже неоднократно занимал призовые места в различных музыкальных конкурсах. Юноша планирует поступить в консерваторию и мечтает стать выдающимся дамбристом. Дамбра – это достояние казахского народа. Я считаю, это великий инструмент, который очень хорошо звучит. И играть на нем для меня – это честь. Также для меня честь сегодня присутствовать здесь, в юбилей великого Курмагазы Сагрбаула. И сыграть здесь – это прекрасно, потому что такое бывает раз в 200 лет. Большой субботник в Алматы собрал рекордное количество участников – более 82 тысяч человек. Жители, актеры и заслуженные деятели страны, а также многочисленные общественные организации внесли свой вклад в чистоту и озеленение города. К примеру, в горах вдоль реки Теренкур участники собрали больше тысячи мешков мусора. Экологическая акция состоялась при поддержке городского акимата. Субботний призыв охотно поддержали работники различных управлений мегаполиса, а также студенты, известные артисты и блогеры. Для всех участников акции организовали культурно-массовую программу с разминками, йогой, зумбой, мастер-классами, флешмобами и конкурсами с розыгрышем призов. Давайте оставим наследие, чистое наследие, потому что очень грязно. И для меня, как жителя Алматы, мне не нравится, что поднимаюсь с горы, я хочу подышать свежим воздухом, а там везде мусор. Давайте, пожалуйста, убирать за собой. Я вот за вот это. Нужно не только устраивать большие красивые субботники, как сегодня, да? Нужно обязательно заниматься и воспитательной работой, и воспитывать осознанное отношение к природе. Нужно какие-то агитацию проводить, может быть, какие-то ролики снимать, показывающие, что мусор на природе – это огромный-огромный вред. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова